Песня «Слава Богу» 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 или из монастыря. Да нет, я православный верующий. Ну, а дальше завязываются беседы и начинается кто-то откуда. И начинается свидетельство. Апостол Павел говорит, мы, совершая спасение, мы должны быть во все оружие. Потому что наша борьба не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных, против самого дьявола. А он, говорит, ходит, как рыкающий леп, ища кого поглотить. Ну, а какое наше оружие? Как должны мы быть одеты? Какое должно у нас быть снаряжение? Об этом апостол Павел говорит в послании к Ефесянам. Для того примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. То есть какое? Дальше говорит, и так встаньте, припаявшись средства вашей истинной. А где истина, мы можем найти только в Слове Божьем. Дальше. И облекитесь в броню праведности. Если мы будем жить праведно, то ни одна, говорит, стрела лукавого не сможет пробить эту броню. Когда мы читаем житие Иустины, девицы, то видим там, как к ней приступал дьявол и превращался там и в птицу, и разную. Но не мог никак почему, когда он приходит к своему повелителю Киприану, то он говорит, почему ты не смог? А я, говорит, как к ней приступлю? Она со всех сторон себя оградила, говорит, именем Иисуса. Я не могу, говорит, перейти через эту ограду. Вот так и мы, если мы будем ограждать себя именем Иисуса, не только устами, но и сердцем, тогда он не сможет к нам приступить. Итак, встаньте, припоявшись в лесу, ваше истинное, облегшись в броню праведность, и обучи ноги в готовность благовестствовать мир. Вот так вот. Это особая обувь должна быть у каждого из нас, христиан. То есть благовестствовать. Ибо Господь, когда возносился, то эту заповедь оставил нам. Идите, проповедуйте всему миру. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Не сказал, кто будет креститься, а кто будет веровать. Веровать не так, как верить. Я, говорит, в душе верю. А в душе можно поесть? Нет, нельзя в душе поесть. Нужно явно что-то приготовить, а тогда только покушать. А у меня вера в душе. Я, говорит, 20 лет работаю в коллективе, никто не знает, что я верующий или верующий. А Господь, говорит, вы есть свет миру, вы есть соль земли. А какой же свет, если нас никто не видит? И далее. И паче всего возьмите щит веры, которым возможности угостить все раскаленные стрелы лукавого. Щит веры. Вера это дар Божий. И если мы получили этот дар от самого Бога, то мы как должны его хранить? Если где-то мы получим какую-то награду от земного начальника, то мы берегем ее. Надо, говорит, надевать только на левую грудь, там, звезду героя, а другие туда. Есть особое расположение наград. А мы это звание, то есть веру этот дар мы от Бога получили. Как мы должны ее хранить, этот дар, чтобы нам не повредить ее, чтобы не оскудила наша вера, но чтобы от веры в веру переходить. То есть сегодня были на таком духовном уровне. Завтра поднимайся выше и выше. Сегодня питались молоком, завтра должны, говорит, питаться твердой пищей. И, наконец, и с днем спасения, которым возможно и меч духовный возьмите, который есть слово Божие. Вот что. Какое оружие? Это меч духовное, слово Божие. Кто говорит, что? То есть мы должны постоянно поучать в этом. И следуйте, говорит, Писание, говорит нам апостолам и гелистианам. Ибо через него, через это вы думаете иметь жизнь вечную. А мы стремимся к Царству Небесному. В рай, говорят, стремимся мы все. Вот. Поэтому этот путь, он нелегкий. Нам никто не обещал Господь, что будет путь легкий. Он сам показал, какой путь. Тернистый у него был путь. И у нас должен быть тернистый путь. Тогда мы будем знать, что мы на верном пути. А если нас никто не трогает, и мы нужно подумать, а правильно ли я, что никто не замечает меня, что я христианин. Правильно ли у меня вера? Об этом мы должны. Исследуйте, говорит, Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Не просто читайте, а исследуйте. Так или не так. Я как-то читал журнал Душа. Вы, наверное, такой получаете, читаете. И там есть такое одно, значит, ну, статейка там написано. Обратились в православие, обращается семья, муж и жена. Готовятся ко крещению. И муж спрашивает у батюшки, батюшка, ну вот я завтра буду уже православным, то будет ли у меня такое? Вот мы там были, они, видать, из баптистов, или из сектантов, что мы вот когда собираемся, братья, вместе, то мы ни о чем не мы сразу говорим, братья, вы что читали в этот день и то есть по писанию беседы на духовной теме? У меня будет, говорит, это православие? Батюшка говорит, нет, наверное, не будет. И жена спрашивает, батюшка, вот мы, сестры, когда утром разводим друг к другу по телефону, то первое, что мы говорим, мы говорим, сестра, а ты сегодня что прочитала из Слова Божия? Она говорит, а я вот это прочитала, а я ей говорю, вот это, мы делимся этим, что мы прочитали сегодня из Слова Божия. А будет, говорит, у меня здесь, когда я буду среди этих? Батюшка говорит, нет, наверное, тоже не будет. Это нам, православный упрек, это мы получаем от кого? От сектантов. Поэтому помните это всегда, что мы можем войти в Царствие Божие, только исполняя все, что сказал Господь в этой книге. Аминь. Спасибо Господи Вас. Спасибо Господи. Иоаким, братья и свежие. Все, кто может быть впервые у нас или периодически появляется на нашем приходе, всех в этот праздник, мы рады вас видеть, благодарны и тем батюшкам, которые сегодня составили наш праздник. И лично это нас, и все наши прихожане. Благодарим вас сердечно за этот праздник, который совместно сегодня мы с вами в Церкви празднуем. Сейчас по нашей традиции нашего прихода каждый праздник, престольный, Пасха, Рождество собираемся внизу в проложение благослужения на общую братскую трапезу. Поэтому всех приглашаем на трапезу. Это очень хорошо, когда это есть братское общение. Но это не говорится только братьям. Потому что в Священном Писании нигде после Павла не обращаются братья и сестры, а всегда обращаются братья. То есть апостол считает, не говорят братья, а братья. Это так принято обращаться. Значит, если их братьям, то это и к сестрам писается. Обязательно. Что должно быть? Вы у меня были, я у вас. Я к вам приехал с прихожанами. У меня в холдии прихожане. Да, мы. Да. Мы за это вам благодарны. Вот. Тогда престольный праздник у нас будет 16 сентября по новому степени. А где у вас? В воскресенье. Потеряйте. Село потеряйте. В Монтовске районе. На честное место. Приглашаю, кто может, приезжайте на праздник. А как тогда добраться? Нет, если сухая погода, то ну и умолчу. Не пугайся. Почти просто. Тогда мы соберемся, раз вы приглашаете. Да, да. У нас желающие точно будут. Да. Нам скажите, только по логическому приезду. Приезжайте. Нам всегда радостно когда гости приезжают. Подходите, приезжайте. Причастники, выслушаем благодарственные молитвы. Все поблагодарим гостям. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Побудите! Побудите! Попудите! Попудите! Не торопитесь уходить, все вышли молитвы, все молитвы, когда расходите. Продолжение следует... Аминами всегда и никому себе живу на Тебе нашего, Владыцем Благодетелем. И так, во всеку, жилья, ищая надежды живота вечного, Пресносущность, достигну покоя, Света празднующих нас, нехрестанную бесконечную сладость, Деряющий Твоего лица, доброту, неизвестенную. Мы твоим все истинным желаниям, Неизвеченное веселье любящих нас, Света Богом, Света Богом, Зекое святое нововерие, Сродни. Владыка, князья Бога, Зарены Бога, санежцы до всех, Кобянов, неизвестенную секретные, Деряний ворогий, Меси Бога,ings, Тебе, Света князья, Света князья, Света князья, Подчим истинной, Пресносущего, Истинной, Света князья, Света князья, Света, Егрово, Истинная, На миссиях, Света князья, Света, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok